Первый пункт у нас будет касаемо массажей. И, как говорили в классике, у меня для вас пренеприятнейшая новость. Вот еще раз хочу обратить внимание, коротко, пусть, может быть, это мне показалось, или я там какой-то особенный. Но судя по тому, что происходит со мной, это третий месяц идут ежедневных массажей, и они именно лечебные. Они были бы очень больны с самого начала. Моменты боли уже в каких-то других сейчас местах. Там эффект капусты тоже идет. Там вот все глубже, глубже вскрываешь, глубже. Там эффект капусты работает. Я в шутку тогда еще сказал, да тут работы на год. По-моему, наверное, это будет пророческая шутка. Да, надо, конечно, учитывать, что в свое время, ну, во-первых, может быть, я где-то мало собой занимался, не достаточно подвижным был раз, хотя могла ли здесь какая-то абсолютная подвижность помочь, не знаю. Второе. Возможно, слишком сильно разогналась чистка и много намыло. Это правда, потому что блокировались у меня и ноги, и спазмы. Все это вот оставалось. И сейчас все равно многое приходится поднимать, да. Но вот так вот оценивая окружающих, я бы сказал, что там у большинства работы не меньше, чем у меня на данный момент. Люди же как, они вот заходят, ну, как правило, там 10 сеансов, например, либо вот, то есть, по сути, это, ну, это как чистка по огоням, то есть, это такая проба пера. А реально, реально там просто ежедневная работа, я бы сказал так, что она дневная, и еще специально релаксирующая должна быть вечерняя. И, естественно, это нужно иметь своего какого-то массажиста и мануальщика лучше. Мануальная работа с телом. Здесь также возникнет вопрос, а можно ли это все проскочить? А можно ли это заменить каким-то безумным спортом? Ну, отчасти, конечно, работу с собой можно заменить, и нужно где-то, и самому себя можно пережимать. А можно ли вот это заменить полностью тепловыми процедурами, другими процедурами по второй ножке стула? Да, заменить-то можно, но здесь уже как бы искусство возможного, да, как политика у нас получается. Просто я взял вот какой-то вот этот блок, стал с ним работать, и просто смотрю, смотрю, что вот, как отвечает тело. Пожалуйста, вы можете заменить, а потом пойти на пробные такие массажи и посмотреть. Как у вас ничего не болит, вам везде можно нажимать подряд, каждый день по полной программе. Если вы это легко пройдете, хотя бы 10 дней, значит, вам дальше и не надо. Но настоящий, настоящий профессиональный вот хиллер, да, он достаточно быстро вас скроет, даже не силовой техникой. Есть техники просто, где вам просто будет вот так вот вести, вот так, как-то, вот так. А потом у вас голова будет размаламываться через сутки-полтора. Есть и такие техники, то есть гомеопатическая мануалка. Мы с вами про это говорили. Значит, по поводу мануалки здесь у меня, конечно, совершенно изменилось вообще к этому всему отношение. Она была сейчас понятна, все, что было до, это была, конечно, такая вспомогательная, и проверка хорошая. Да, да, оно дает облегчение, но это не реальная работа вот по вскрытию настоящему, да, а больше как такая вспомогательная была в моем случае. Если вы хотите реально, реальность, она, это ежедневная работа. Пожалуйста, это может быть не все тело, какие-то участки, да, и так далее. То есть там опять скажут, что, ну, это вот с вами так все очень плохо. Ну, со мной было очень плохо, но сейчас не так уж все и плохо вообще-то. И я удивлен, например, я удивлен, что это так настолько затянулось. И это же себя здесь не обмануть. Обмануть себя можно пару сеансов. Как мне говорил один, ну, профессиональный мануальщик в Питере, что, ну, там достаточно несколько процедур, 4-4-5, эффект на 10 лет, там, на 5 лет. Ну, хорошо, да, конечно. Вот, а это то же самое, как вот с провокацией какой-нибудь. Ну, перчик раз пожевали, перчик два, а вы посидите на перцах дальше, дальше посмотрите и не блокируйте еще себя. Ну, давайте с мануальной, с мануалкой сейчас мы будем пока временно заканчивать. Скажу, что вот сегодня просто орал от боли. Некоторые места, например, вот там, куда-то там жмут и так далее. И так далее. Еще раз все по поводу спортсменов. Вообще-то у них профессиональные масса. И они вообще не выживут без специальных процедур, потому что у них образовывается такое количество кислотных метаболитов. А выводить нормально этот организм их не особо-то все равно может. У него также заблокированы шлюзы очищения. И там также с лимфой проблема. Да, оно движется лучше, чем у многих. Да, есть и кожа лучше там может работать. Но там совсем все не так однозначно. Поэтому еще раз мы этот вот момент обозначили. В будущем к нему будем возвращаться. Буду рассказывать, как и что. И после некоторых таких, я бы назвал, мануалка, которые со мной делают, да, а не массаж даже. Но иногда я просто вот отсыпался там часок, да. Но вот это сейчас спал 12 часов. Что случилось? Вот переходим к следующему нашему вопросу. Вопрос по поводу опять провокации. Только теперь не мануальная провокация, а провокация специями. Опять у меня для вас тоже опять такая настораживающая новость. Соки фруктов все хорошо. Но я же все время повторяю. Этого мало, этого мало. А вот вас разве не тянет на что-то горькое? На что-то такое вот... Какую-то вкусную антипаразитарку. Ну, например, тот же перец, да, красный, например. Или какая-нибудь там, не знаю, куркума или что-то такое. Ну вот что-то острое. Потому что, ну вообще, соки сладких фруктов-то, они какие-то не особо острые. И, ну, может быть, сок граната еще такой достаточно может слабить. Не всех слабит и сок цитрусовый. Я, находясь долго на сладких соках, уходя на какое-то время от солено... Солено-экстрактивных препаратов, так как малосольные огурцы, там вот их соки, да. Конечно, я замечал, что, ну, не хватает чего-то. Чего-то нужно, чего-то остренького, да. И если вовремя я не понимал это и не подключал какие-нибудь там, какие-то перцы, да, то случалось какие-нибудь, например, переохлаждение, и шел такой же всплеск, выброс. Ну вот произошло, что вчера, ну, уже несколько дней мы здесь с Дмитрием пробуем какие-то специи, какие-то там, вот, подсасываем там супов какие-то, соусы или чего-то такое вот... О, все оказывается очень острым. Ну, совсем чуть-чуть, на самом деле, ну, немножко. Возможно, из-за жары, из-за того, что давно этого не было. Ну, не попадало ничего мне опять острого, да. А, недавно только опять чеснок стал вот жевать. И вообще арбузы делаю с солью, чеснок и черный перец. Просто чуть-чуть горошек неизмельченный, чтобы дать чуть-чуть вот этого вкуса. Очень, кстати, интересно. Любой арбуз становится вкусным. Ну, черную гималайскую, туда еще соль нужно добавить. Так вот, вчера оба переборщили... Как переборщили? Ну, Дима вообще там во всю-всю мою порцию забрал. Я только чуть попробовал, у меня язык обошло. Но сразу рефлекторно пошла работа по кишечнику. Ну, у меня каждый день куча соков. Промывание арбузным соком, ананасовым, цит, мандарины, там сок папайи. Какие-то еще, может быть, там всякие. Ланган еще очень такой провоцирующий тоже. Но стоило поиграться, чуть-чуть поиграться. Я не ел ни одной порции целую, которую тут едят тайцы. Это всего лишь было вот на язык, и там уже жгло все. Стоило чуть-чуть это все подзавести. Ну, что-то там какой-то, что-то немножко, конечно, и попало. И, собственно говоря, пошел процесс. И один, и другой спали долго. Но меня просто завалило. Это не просто жара. Это именно пошла вот эта работа. И с утра пришлось сделать, наконец-то, правку живота, которую я прошу делать всех. И, наконец-то, сделал я себе сам. Кстати, она работает замечательно. Вот именно так, как я рассказываю. Ну, у меня нет кедрового масла, но есть тайское масло там такое тоже. Наподобие нашего зеленого. Эффект замечательный. Ну, только вода, соль. Вот это промяли, и отошло. Ну, и соки, 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 соки. И я бы сюда добавил рассолы, рассолы, рассолы. Причем соки самих малосольных икрусов тоже. Но в меру, 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 там, перца. За перцем надо следить, иначе вы подстегнете. То есть, ну, какой вывод я сделал? Все равно что-то придется с этим делать. Легко взять, уйти, вот, а уйти чисто на такое сладкое, даже соковое, легкое течение. Там вообще может быть иногда и один раз в день бывал стул. Даже на сладких всех этих вещах. Как ни странно. Ну, потом все-таки оно... Это говорит больше о какой-то спазмированности, кстати. Это и не совсем... Это меня даже и, ну, скажем так, озадачивало. А как только подключаешь сок даже сладких перцев и разгоняешься, то вот оно чаще, чаще, чаще до геморроя доходило. Ну, моментально и проходит, там его лечить не надо. Настолько там все пылало просто. И дело не просто в том, что это такой страшный сок. Сок сладкого перца. Боже мой, да что там такого страшного? Там ничего не обжигают. А что-то начинает постепенно отходить вместе с этим, что начинает обжигать и устраивать геморрой, например. Да, это повышенная токсикоза и застой явление. То есть, это можно себе устроить. Поэтому сейчас у меня такая дилемма. Я с одной стороны, я понимаю, что, ага, можно вот это убрать и будет все по-старому. Но, раз пошла вот такая реакция, она говорит о том, что там накопилась, скорее всего, печень, да, пошла, дала выброс. То есть, все время надо было давать что-то и мягкое желчегонное, хотя бы мягкое. Почему я все время говорю, не уходите полностью с фитотерапией. Вы, скорее всего, не сумеете правильно этот процесс весь, достаточно контролировать, вести сбалансировано. Возможно, да, поменять там на какие-то записи придумать. Но даже я вот сейчас этим не стал бы здесь заниматься. Поэтому пища, соки, пищевые все, вот эти все, да и отвары, это все, конечно, ударные все-таки методы. Все-таки их надо очень ограничивать маленькими дозами, осторожно с ними работать. Это не экстракты профессиональные. Все-таки профессиональные экстракты позволяют работать очень высоким количеством относительно даже этого сока вещества, убрав балласт и подав это так, чтобы работа шла достаточно пролонгированно, глубоко, вот лавинообразно, то есть постепенно. Это не просто так, да, экстрактивные препараты. А вот так, ну, в домашних условиях это хорошо. Солевые экстрактивные препараты, ну, про горячего происхождения мы молчим. Это не есть хорошо. И то, что мне приходится иногда из любопытства пробовать, нехорошо, то, что там термически обработано, но зато там из корей и из специй, конечно, выходят экстрактивные вещества, безусловно, быстро и легко выходят. Но они действуют недолго, и они глубоко не должны работать. Все-таки это немножко не то, что профессиональная экстракция без вот и разрушения. Это тоже отдельная тема, об этом я много говорил, и вот это все надо разделять, потому что экстракт какого-нибудь там перца в лекарстве, в биологически активной добавке, и сам перец, который вы пожевали, и то, что вы его прогрели с чем-то, это совершенно разное. Так что опять такой момент. Легко сказать, да, это во всем виноват перец, но тут же дальше ты начинаешь, когда все вот это понимать, а все равно же это придется как-то все выводить. Лучше в час по чайной ложке, чем ждать вот каких-то таких ударов. Поэтому сразу много острого быть не должно. Ну, а оно поступит в препаратах, кстати. Ну, либо где-то в каких-то моментах вы можете все время это там чуть-чуть дозировать. Но здесь работает вот это правило натуропатии. Если вот мы на перец имеем такие реакции, нам что-то придется все равно делать. Либо с этим перцем, либо с чем-то, что действует наподобие. Надо выйти из состояния, когда это будет вскрывать такие моменты. Здесь опять не дайте себя обмануть. Да, у нас сейчас было по так называемому хилингу массажем, мануалке, где легко так несколько... Мне после первого массажа говорят, ой, ой, как хорошо, как легко стало. Да это просто помяли немножко, просто отжалось там. Ну, а дальше-то, дальше-то самое же интересное. Там же через месяц и будет самое интересное. И также с перцем, да, можно немножко, конечно, особенно закрыты, когда шлюзы очищения. Ну, едят эти тайцы эти ужасные супы. И что, их там сильно чистят? Да нет, они же это все намешано там с мясом, со свининой, все. А вот, ну, кстати, чистка малосольными огурцами, без самих огурцов, а именно внутри, что у них образуется, либо, ну, помните мой рецепт нарезка, и туда же можно добавить и перца, и как раз там и чеснока, и разных других всяких хрена. То есть там можно выдумывать как угодно. А если кто любит пить, то делать это не в собственном соку, а с рассолом. Просто, ну, кто пьет рассол, наверное, это здесь более правильно было бы. Потому что все-таки огурец часть отдает своего, вообще-то, пользу своей в этот рассол. И обидно, я потом его всегда выливал. Так что здесь очередная, очередная такая у нас ловушка. Продолжение следует...